Radeon RX 5600 XT. Очередная интересная видеокарта от AMD, с которой мне не удалось выиграть в лотерею разгона. Кстати, с вами, как всегда, Федор, а вы на канале Криптекса. RX 5600 XT это, по сути, та же самая 5700, у которой просто взяли и наглым образом оторвали 2 гигабайта видеопамяти. И получилось вместо 8 всего 6. Вместе с этим у нас немножко потерялась производительность под системой видеопамяти, а также AMD немножко поигралась и ограничила в очередной раз возможности для разгона, чтобы эта видеокарта не конкурировала с 5700. Моя видеокарта от MSI линейки Gaming. Толстенный радиатор занимает почти 3 слота, 2 огромных вентилятора работают крайне тихо, претензий к системе охлаждения просто не может быть. Но вот в этой видеокарте мне совершенно не повезло с разгоном видеопамяти. Об этом я подробно расскажу чуть позже. Но сперва давайте протестируем ее в полном стоке. И на всякий случай напоминаю, что энергопотребление и хешрейт это величины постоянные. Они не меняются с течением времени, в отличие от доходности. Цифры в рублях справедливы на утро 17 сентября. С тех пор они уже многократно поменялись. А самую актуальную информацию вы всегда можете найти на нашей странице лучшие видеокарты для майнинга. Там данные обновляются каждые 15 минут. Монета Ethereum алгоритм Dagger Hashimoto 37,6 МХ в секунду, 138 рублей в день, 96 Вт потребления по программному мониторингу и 170 Вт по Ваттметру. Алгоритм Kaupo монета RavenCoin. 14,7 МХ в секунду, 64 рубля в день, 122 Вт потребления по программному мониторингу и 201 Вт по Ваттметру. Так исторически сложилось, что видеокарты от AMD отлично справляются именно с майнингом эфира. Что ж, давайте выжимать из этого майнинга максимум. Как из 5500 XT я пытался найти разумный баланс между частотой видеоядра и его напряжением. Но оказалось проще выставить просто 50% Power Limit, а все остальные настройки оставить в стоке. Ну и повышаю частоту видеопамяти до 1800 МГц. 38,6 МХ в секунду, 145 рублей в день, 80 Вт по программному мониторингу, 145 Вт по Ваттметру. AMD ограничила разгон видеопамяти на 1860 МГц. Давайте попробуем, что будет на них. Теперь получается 39,9 МГц в секунду, 151 рубль в день и энергопотребление не изменилось. 80 по программному, 145 по Втметру. Самая большая печаль в том, что на 1860 МГц у меня майнинг вылетает уже буквально через 5 минут. Работает стабильно лишь на 1800. Мне абсолютно не повезло с этой видеокартой. Но другим везет намного больше. У большинства людей видеокарта стабильно берет 1860 МГц или даже более, если расширить лимит через More Power Tool. И так из видеокарты получается выжимать 40-42 МГц в секунду. Намного лучше, чем мои 38 с небольшим. Что здорово, для этой видеокарты уже есть редактор таймингов. И он вроде бы как даже работает. Но только попытки записать такой измененный биос на видеокарту заканчиваются крайне неудачно. Видеокарта перестает подавать какие-либо признаки жизни. Это значит, что уже где-то через месяц-два ситуация изменится. И мы сможем выжимать из этой видеокарты значительно больший хешрейт. Но пока что нам с вами остается довольствоваться только чем-то в районе от 38 до 42 МГц в секунду. В принципе, не так уж и плохо. Пишите свое мнение об этой видеокарте в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на канал, долбите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И скачивайте Криптекс по ссылочке в описании. Потому что Криптекс это майнинг. А майнинг это безумные доходы. Вот как. Бух.